В Дорожной клинической больнице на станции Воронеж-1 прошло заседание секции здравоохранения научно-технического совета компании «Российские железные дороги». Возглавил совещание вице-президент РЖД Олег Атьков. На встрече обсуждались современные методы борьбы с лишним весом и нарушениями обмена веществ. Как похудеть без ущерба для здоровья, теперь знает и Роман Поляков. Место проведения представительного медицинского форума было выбрано не случайно. Медики Юго-Восточной магистрали обладают богатым опытом исследований и лечения ожирения и метаболических нарушений. Для железнодорожников решение этой, на первый взгляд, отнюдь не приоритетной проблемы, на самом деле имеет большое значение и напрямую влияет на безопасность. Избыточный вес является причиной целого ряда опасных заболеваний. Поэтому тем, кто управляет движением на железной дороге и водит локомотивы, необходимо поддерживать себя в хорошей форме. Наши локомотивные бригады должны, конечно же, самым тщательным образом следить за своей массой тела. Если наши железнодорожники будут активно заниматься спортом, будут разумно, рационально питаться и не переедать, особенно на ночь, и следить за весом, то тогда вот эти все профилактические мероприятия, простые и доступные каждому, не приведут к тем значимым изменениям. Присутствовавшие на заседании специалисты-медики со всей России были единодушны. Ожирение – это болезнь, которая приводит нездоровый образ жизни. Сегодня ЮВЖД является одной из четырех дорог, где по инициативе вице-президента Олега Атькова начали материально стимулировать тех работников, которые добровольно отказываются от вредных привычек, занимаются физкультурой. Уже четыре года на нашей дороге действует это премиальное положение, которое помогает нашим людям отказываться от вредных привычек. И на самом деле самое главное, что оно способствует тому, что человек садится на локомотив, и наряду с тем, что он, конечно, и сам должен вообще по жизни заниматься своим здоровьем, а тут ему еще доплачивают. И это очень важно для того, чтобы на Юго-Восточной железной дороге именно наши работники участвовали активно в этом деле большом. 3000 рублей получает машинист. Великолепно! Арсенал методов, которые используются сегодня для лечения страдающих ожирением и нарушениями обмена веществ, достаточно обширен. Это и медополическая хирургия, и биопанкреатическое шункирование, и комплексная терапия. Прошедший форум – наглядное подтверждение того, что железнодорожная медицина не стоит на месте. Это профессии, от которой мы с вами зависим, социально значимой профессии. И, конечно, роль вот этих метаболических нарушений, роль вообще раннего диагностики сечесосудистых заболеваний, она особенно велика в этой отрасли. Это один из таких долгожданных проектов, которые мы ждали. Мы ждали, что нас пригласят, не знали, что это будет Воронеж. Но это первый такой крупный форум. Я думаю, цель, в общем, для чего мы здесь собрались, чтобы консолидировать свои знания по этому вопросу, поделиться нашим опытом. Универсального средства, волшебной таблетки от лишнего веса не существует. Только правильное питание и здоровый образ жизни являются залогом хорошего самочувствия и физической формы. А для железнодорожников – действенным способом сохранить профессиональное долголетие.